В конце декабря 2021 года из городского бюджета дополнительно выделили 22 миллиона рублей на покупку шести новых тракторов и одного погрузчика. Новый снегопогрузчик уже с 30 декабря работает на улицах Рязани. Он выходит на уборку по ночам, когда меньше машин. А вот остальная купленная техника на улице пока не выходит. По словам руководителя дирекции благоустройства, машины еще не прошли регистрацию в технадзоре. Это возмутило главу города. Вопрос Елена Сорокина поручила решить как можно скорее, ведь именно сейчас необходимо мобилизовать все силы. Вы перешли на 12-часовой режим. Как только мы ввели усиленный режим. Мы с вами вчера ввели, чтобы сегодня все могли проехать. Приехал, загрузился, щеткой стерл, щетку поменял и вновь на линию, и вновь на линию. И так 12 часов. Дирекция благоустройства города действительно работает в усиленном режиме сменами по 12 часов. Постоянно идет процесс загрузки машин пескосоляной смесью, после чего колонны выходят на обработку проезжих частей. Такой режим сохранится до окончания снегопада и ликвидации его последствий. Аптекам, продовольственным магазинам, промышленным предприятиям поручено тщательно убирать прилежащие территории. За муниципальными предприятиями установлена дополнительная загрузка в участке дорог, объект социальной сферы близ с локацией самих учреждений. Также распределили по нашим предприятиям создать мобильные бригады по ручной уборке. Такие мобильные бригады включают по 11 человек каждый. Однако глава города отметила, что это крайне мало и поручила усилить команды. Пристальное внимание Елена Сорокина призвала уделить расчистке окраин и частному сектору. Люди из некоторых районов и микрорайонов жалуются напрямую главе администрации, потеряв надежду на то, что до них доберется снегоуборочная техника. Это поселки Мирный, Шлаковый, Соколовка, Дягилево. Безусловно, особое внимание по-прежнему подходам к социально важным объектам. Детские сады, школы, больницы. Везде должен быть свободный доступ для рязанцев, в том числе для маломобильных граждан, семей с детьми, людей пожилого возраста. Берите на контроль, ладно? И сразу плохой проезд к детскому саду, к школе. Борис Викторович, принимайте меры, принимайте меры. Мы должны откопаться. Сейчас при таких осадках, вот буквально откопаться. Частный сектор, там у нас подрядчики работают. Подрядчики. Контроль за подрядчиками. Ездить, ездить, ездить без устали. Выстроить еще предстоит работу с управляющими компаниями. Ряд дворов убирается неудовлетворительно. Контрольно-аналитическому управлению поручено инспектировать очистку дворовых территорий. В случае нарушения передавать все материалы в госжилинспекцию для принятия мер.